Песков восхищается американскими айфонами, о чем он сказал в интервью и подтвердил, что продолжает пользоваться такими устройствами, потому что они ему очень нравятся. Все это Песков говорит в то время, как со всех телевизоров на России льется пропаганда, что якобы идет борьба с проклятым Западом, который якобы окружил Россию со всех сторон. А тем временем, пока Песков и вся его семья пользуются айфонами, вкушая блага цивилизации, все остальные глупые россияне скоро будут переходить на китайские трубки. Также Песков признал, что ему нравится и операционная система устройства, которая очень удобная и понятная. Тем временем, когда Песков помогает поднимать экономику США, покупая дорогие заморские гаджеты, российские отупевшие от пропаганды ватники прибивают свои телефоны гвоздями к стене или же вовсе сжигают в ведрах, как это делали бабки Путина. Они брали коробки из айфонов и пытались их сжечь. Айфон — это прекрасное изобретение. И операционная система iOS — это то, что мы пока не смогли сделать у себя. Но мы должны при этом помнить, что эта система совершенная для них, но не для нас, потому что она уязвима с точки зрения обеспечения безопасности и, как мы говорим, сохранности персональных данных. А в администрации президента сейчас айфонами пользуются или отказались? — Кто-то пользуется айфонами, кто-то уже отказался. Это такой угар. — А вы, если не секрет? — Я еще пользуюсь айфоном. Айфон — это прекрасное изобретение. Очень сомнительно, что Песков когда-то откажется как от айфона, так и от другой западной роскоши. К примеру, у Пескова целый парк дорогих западных автомобилей, от которых он тоже не откажется, как и вся его семейка. И пока глупые российские ватники переходят на сверчковую кашу, российское правительство жирует на широкую ногу, покупая за государственный счет себе особняки, дорогие американские кабриолеты и айфоны. А теперь к хорошим новостям для россиян, вопящих, что оккупированные территории Украины теперь их земли. Стало известно, что российское правительство не нашло в бюджете 30 миллиардов рублей, чтобы заплатить за электричество для оккупированных территорий. Поэтому было предложено повысить стоимость коммунальных услуг для россиян и покрыть убытки за их счет. Так что россиянам пора готовить свои кошельки, так как скидываться теперь придется постоянно, и цены на коммуналку для них будут расти.